Вот он Вот он Но везде сохранена высота сосочков А вот на этом зубе Это третий класс по миллеру Потому что сосочек уже начал уплощаться До одной третьей уже убыль есть сосочка Мукогенгивальная граница Переходит сразу в свободную десну Отсутствует прикрепленная десна А глубина рецессии Опять же на это никак не влияет на класс Самое важное Это то, чтобы Наличие прикрепленной десны И высота сосочков Это то, что характеризует Класс рецессии И то, что считается базой Для создания этой классификации Вот здесь вот всем понятно Различия первого класса, второго и третьего Вот третий класс Видите, почему? Потому что произошла вследствие адентии убыль сосочка Отсутствует прикрепленная десна Глубина зондирования И сразу начинается мукогенгивальная граница Уже произошла утрата межзубного сосочка До одной трети Вот здесь вот очень хорошо видно Как сразу за свободной десной Начинается мукогенгивальная Уже граница, собственно, слезистая И вот четвертый класс По Миллеру Самый неблагоприятный Как в большинстве случаев 70% эти зубы удаляются Либо ведутся консервативно То есть хирургическому лечению Эти рецессии не подвергаются Полное отсутствие межзубных сосочков Свободная десна Переходит в мукогенгивальную границу И слизистую Отсутствие прикрепленной десны Все два параметра, которые самые важные Для данной классификации Это высота межзубных сосочков И наличие прикрепленной десны Опекальные рецессии От второго класса Опекальные рецессии Нигде мы прикрепленную десну Не наблюдаем Второй, третий, четвертый класс С третьего класса Начинается убыль межзубных сосочков Четвертый класс это полное их отсутствие Для чего нам нужно понимание Всех вот этих признаков А для того, что мы Благодаря этой классификации Можем планировать наше лечение То есть выбор хирургического метода Будет всегда зависеть В принципе Миллер для этого И разработал эту классификацию Именно для того, чтобы понимать Имеет ли смысл лечить Эту рецессию хирургически Имеет ли смысл Браться за хирургию В этом случае макиневальную Или это можно оставить Просто консервативно И какой будет прогноз Во всем мире Есть классический термин Оценки успешности Закрытия рецессии Это называется шкала Эшур Эстетическая шкала Успеха закрытия поверхности корня В более научных Каких-то исследованиях Эту шкалу переобразовали В проценты Просто процент закрытия поверхности корня И от этого считается успех Самого парадонтологического вмешательства До 80% закрытия поверхности корня Считается благоприятным исходом Парадонтологического вмешательства Все, что менее 80% закрытия корня Исходя еще из Наверное, исходной Катаклинической ситуации Принято считается уже Менее благоприятным прогнозом Но опять же На сегодняшний день То есть все уже столкнулись С тем исследователем Что, конечно, классификация по Миллеру Далеко не всегда нас устраивает Для того, чтобы Прогностировать свои вмешательства Мы стали искать Какие-то другие пути Признаки рассматривать Которые не вошли Да, в эту классификацию Понимать, почему иногда В одинаковых клинических ситуациях С небольшими расхождениями У нас получается хорошо А иногда вообще ничего не получается И вот этот поиск Он привел к выбору признаков Которые не учитывает классификация Очень частое сочетание Образия твердых тканей зубов То есть некариозных каких-то поражений Заболеваний Некариозных Или ее отсутствие Присутствие того же Клиновидного дефекта Или эрозии на поверхности корня И эмали Достаточно осложняет Лечение хирургической рецессии Так как образует Микропространство Между лоскутом И самой поверхностью зуба Что может впоследствии Привести к негативному Результату То есть к рецидиву рецессии Через где-то 2-3 месяца Достаточно быстро это происходит Классификация К сожалению Об этом ничего не говорится Классификация не учитывает Как таковую ширину Кератинизированной десны То есть Миллер ее описал Как она есть или нет Мы на сегодняшний день Все-таки говорим о ней Уже в каких-то математических измерениях И говорим о том Что вот 3 мм Ширины кератинизированной десны Которые Ну гипотетически Я так понимаю Что это Математическая величина Была выведена Из биологической ширины Зуба То что мы Поскольку мы восстанавливаем Физиологию Процесса Восстановив Физиологический процесс Нам нужно 3 мм Ширины кератинизированной десны То есть мы здесь Более уточняем Просто ее в миллиметрах Что не учла классификация Это толщину Кератинизированной десны Что такое толщина Кератинизированной десны И на что она будет влиять Принято вообще Во всем мире Говорить о биотипе десны Выделять Тонкий, толстый и средний Биотип полинормальный Что такое Толстый, тонкий, средний Как вы измерите Какой-то эмпирический путь Вы посмотрели на пациента И сказали Вот у него тонкий биотип А у этого толстый Конечно мы глазом С опытом Начинаем уже понимать Что можно не всегда мерить Но конечно Хотелось бы привести Это тоже к какому-то Математическому знаменателю Поэтому принято считать Что все, что Миллиметра меньше Это тонкий биотип От миллиметра до двух Это средний Нормальный биотип И более двух миллиметров Это толстый биотип десны Измеряется очень просто Файлом со стопером Классический метод Пока никто ничего лучше Не придумал К сожалению Или к счастью В общем Желательно под анестезией Конечно это делать Также классификация Пока не учла Еще уровня клинического Прикрепления Что влияет тоже И на прогноз Самого метода Лечения хирургического И на выбор Самого вмешательства Операции И наличие Мелкого преддверия Полустерта Или слизистомышечных стежей Мы поговорим об этом При корональном смещении Когда мы будем рассматривать Лечение одиночных рецессий Почему нам очень важно Ну естественно Все клиницисты Все знают Что стежи, уздечки Слизистомышечные стежи В области Верхней или нижней челюсти Являются большим препятствием И осложняют Как работу И во время операции Как в течение Послеоперационного периода И дальнейшее Течение Просто отсутствия Рецидива Или его наличия В области Оперируемой рецессии Ну и сочетание Вот этих всех Факторов Вместе С классификацией Памилера Привело меня К мысли О том Что нужно Как-то Систематизировать Все эти показатели В единый алгоритм Выбора Для хирургического Вмешательства Таблица Обычный Простой алгоритм Которая позволяет Сориентироваться В выборе Огромного количества Методик На сегодняшний день Лечения И свести Меминизировать Все ваши усилия К какому-то Конкретному Выбору техники Наверху В этой таблице Классификация По классам Я позволила себе Первый и второй Класс Поскольку он для меня Какой-то слишком Широкий Немножечко сузить И сделать из него Два подкласса Там где глубина Рецессии Все-таки До двух миллиметров И глубина Рецессии Более двух миллиметров Я также Позволила себе Разбить второй Класс На два Подкласса Также по глубине Рецессии До трех миллиметров И более трех миллиметров Ну и третий Четвертый класс Остались без изменений Это то что Касается Горизонтальной Стороны таблицы Вертикальные Показатели Ширина Кератонизированной Дисны Менее Трех миллиметров В области Зенита Уточнение Менее Трех миллиметров Это то что Отличает От классификации Классической По Миллеру Мы уже точно Обозначили Что если меньше Трех миллиметров Значит мы считаем Что ее там Фактически Нету В связи с этим Мы выбираем Метод Чем интересен Данный курс Мы с вами живем Во времена Когда нас Прессингуют В части Необходимости Применения Современных Импортозамещающих Технологий Вот здесь сидит Очень Такой уже Преданный нам Доктор Зульфия Бунисова Которая Работает Много-много лет Только в одной Той же поликлинике Стоматологической Города Санкт-Петербурга Есть Еще один доктор Людмила Александровна Которую я не знаю Сколько знаю Ну наверное Двадцать пять Да Наверное Примерно так Вот И могу сказать Что она тоже Верный-верный Такой преданный Доктор Поликлинического Комплекса Но она тоже Она интересовалась Она Искала новые пути Применение Каких-то новых Технологий И сказали Ну года через полтора Мы может быть Это купим Поэтому то Что сегодня Представила Мария Она На самом деле Уже практически Без пяти минут Ученый Кандидат Медицинских наук У нее Есть патенты На те Материалы О которых Она сегодня Рассказывала У нее Очень большой Клинический опыт Применения Этих препаратов Вы наверное Заметили фразу Да Она сказала А я ничем Другим Кроме Этих материалов Не пользуюсь Значит мы можем Доверять Всецело Тому что Она нам Сегодня сказала И конечно Это маленькая часть Того что она На самом деле Делает Свои практики Поэтому я желаю Вам Всяческих успехов И спасибо Вам Что вы так Мужественно Выдержали Сегодняшний Марафон Спасибо Алексею Спасибо Екатерине Спасибо Анастасии Спасибо Где Даша Даши Я так понимаю Что у нее Сегодня Боевое крещение Да Вот На всяком случае Спасибо Всем стоматологам И не стоматологам Которые Сегодня Провели Целый день Вот здесь Вот Да еще И в день Стоматолога Почти в день Стоматолога Поэтому мы вас всех Поздравляем Еще раз Днем нашей Любимой специальности И желаем вам успехов Здравствуйте Меня зовут Андрей Владимирович Смельяков Великолепно Воздача информации Организация Проведения И С удовольствием Посещу И буду посещать В дальнейшем Циклы Спасибо Мария Александровна Алексей Николаевич Настер-класс Прошел замечательно Мария Александровна Как всегда Умничка Все доходчиво Объяснила И как она Это все Попыталась Максимально И сложить Все информацию Чтобы это было Доходчиво Нам Спасибо большое Организаторам Приходите Не пожалеете Все было хорошо На высшем уровне Спасибо